Бесстыжие Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет дорогие друзья, всем мы знаем с вами замечательный сериал Бесстыжие или Шеймлесс в оригинале. Сериал стал очень популярным как в Америке, так и во всем мире. На данный момент существует большое количество франшиз данного сериала для других стран мира. Данный сериал был в эфире с 9 января 2011 года до 11 апреля 2021 года. Вчел в себя данный сериал 11 сезонов. Большое количество фанатов верили, что сериал продлят до 12 сезона. Но компания Showtime опровергла слухи о продолжении сериала. Многие актеры выросли на глазах у зрителей за те 11 лет, которые сериал был в эфире. И конечно хочется узнать, как сложилась дальнейшая жизнь любимых актеров данного сериала. Эммануэль Грей Россум Американская актриса и певица наиболее известна по участию в фильме «Таинственная река», «Призрак оперы», «Послезавтра» и «Посейдон», а также по роли Фионы Галлагер в телесериале «Бестыжие». Сама актриса, как известно, покинула сериал после 9 сезона в 2018 году, объяснив это тем, что хочет погружать себя в новых проектах. В 9 сезоне Фиону преследует ряд неудач, как в плане работы, так и в личной жизни. В конце сезона она получает большую сумму денег, продавая свою долю в новом доме, который будет строиться. Решая, что ей нужно что-то менять, она говорит об этом своим членам семьи, в этот же день улетает в неизвестном направлении. После роли в сериале «Бестыжие» Эмма Россом снялась еще в некоторых фильмах. Роль Кэтрин Уокер в фильме «Глупый и бессмысленный жест» в 2018 году. Роль Ким Дэш в телесериале «Мистер Робот» в 2019 году. Также в этом году актриса приняла участие, как и все актеры «Бестыжих», в сериале «Бестыжий. Зал позора», где сыграла роль той самой Фионы Галлагер. Также хочется отметить, что актриса получила награду «Сатурн» в номинации «Лучший молодой актер или актриса» за фильм «Призрак оперы». Субтитры создавал DimaTorzok Камерон Монахин. Американский актер наиболее известный по роли Гена Галлагера в телесериале «Бестыжие», Джерома Валески в телесериале «Готэм», а также по фильмам «Клик» с пультом по жизни, «Академия вампиров», «Посвященный» и другим. Актер снимался в большом количестве сериалов и фильмов еще до прихода в «Бестыжие». Первым актерским опытом была роль Алекса в фильме «Камень желаний», которая уже на тот момент дала актеру большой толчок в его развитии киноиндустрии. Хочется отметить, что Камерон является одним из немногих актеров из сериала «Бестыжие», который запомнился многим своей неординарностью и импульсивностью, а также романом с главным героем Микки Милковичем, которого сыграл актер Ноэль Фишер. Хочется отметить, что Камерон Монахин снимался в сериале до последнего сезона. Сейчас актер активно ведет актерскую жизнь. Итан Каткоски Итан Каткоски – американский актер, наиболее известный по роли Карла Галлагера в телесериале «Бестыжие». Актер стал известен еще в раннем возрасте, снявшись в фильме «Фред Клаус. Брат Санты», сыграв роль Карла в 2007 году. Фильмография актера небольшая, но это и понятно, ведь актеру всего 22 года. В 2020 году Итан принял участие в сериале «Власть в ночном городе», сыграв роль молодого Тома Игона. На данный момент актер увлекается музыкой и радует фанатов новыми треками. Так, например, в 2021 году состоялась премьера песни «A Rise Me» совместно с Джошем Ламбертом. Эмма Кинни Американская актриса, известная своими ролями в мультфильме «Эпик», в сериале «Бестыжие» и «Биттерсвит». Можно отметить, что сериал «Бестыжие» дал хорошее начало актерской карьере. Первым актерским опытом была роль дочери в фильме «Лирал жец» в 2008 году, а также в этом же году роль Эммы в фильме «Биттерсвит». Из последних работ актрисы стала роль Брианы в фильме «Роберт де Брус» в 2018 году, а также роль Ребекки в фильме «Бэк ту Лула». В сериалах Эмма тоже успела сняться. На данный момент актриса играет в сериале «Коннеры» в роли Харрис Коннер Хилли. Сериал идет с 2018 года по настоящее время. Хочу сказать, что это была первая часть из серии видео, посвященном жизни актеров из сериала «Бестыжие». Подписывайтесь, ставьте лайки и совсем скоро вы увидите вторую часть.